Ну, вы знаете, идеальная семья – это тоже понятие для меня такое, как бы… Нас же в школе не учат делать семью. Нас учат всему, что угодно, а вот семью делать нас в школе не учат. Поэтому откуда мы знаем, что такое идеальная семья? Мы этого не знаем. Мы смотрим, как воспитывали нас наши родители. Каждый из нас жил и вырос в какой-то семье. Мы смотрим на ее модель. Потом мы пошли, мы выросли, мы вышли замуж, мы там или женились и так далее. И мы начинаем создавать свою семью. Но мы же не знаем, как это делать. У нас есть какие-то стереотипы. Поэтому говорят, как будто из какой человек семьи вышел, вот так он и будет лепить свою семью. Ну, иногда это так, а иногда это совершенно по-другому. Иногда как-то вот человек из какой-то совсем ужасной ситуации вышел, допустим, своей семейной. И там какие-то имеют какие-то детские впечатления жуткие. А создал великолепную семью. То есть нас никто к этому не готовит. И как получается вообще-то? Вот мы стараемся. Ну, а мне кажется, что если люди как-то изначально хотят создать хорошую семью, это касается и женщины, и мужчины, они стремятся друг к другу прийти на помощь. Они стремятся помочь в любой ситуации, подставить руку, а не так, что ты знаешь, я вот тут свое сделал, а ты шо, вот я пришел, вот это вот не сделал. Например, в нашей семье такого нет. Ну да, пришел поздно, раз тебя муж мужем накормил. Ну да, муж пришел поздно, раз ты его накормил. Ну да, что-то ты не успел, раз тебе помогли. То есть если каждый в себе понимает, что он может другому прийти на помощь, то я считаю, что такая семья идеальна.